Дело в том, что я просто соводелец хоудинга, в который входят разнопрофильные бизнесы. В частности, я член кооператива «Северо-Западный Альянс», и дело в том, что у нас там очень сложная экономика, в двух словах не объяснить, но туда входят 256 магазинов, 5 конкурирующих сетей, и у них между ними происходит определенная интеграция. Помимо этого, в наш хоудинг входит сеть DIY, это большие магазины строительных материалов, точки общественного питания. Прежде всего, сейчас идет очень большой акцент на производство собственных торговых марок первой цены, ну и теперь мы идем и в средний ценовый сегмент, и в высокоценовый сегмент. То есть, основной акцент именно для борьбы – это на собственные торговые марки. Только они позволяют отстроиться от федералов, отстроиться от конкурентной среды. Вот это наши сейчас цели, на чем мы концентрируемся. Ну, прежде всего, наша реакция на действия федералов, она не только что-то одном и дело. Мы создаем сейчас систему лояльности, которая Архангельск, Новодвинск, Северодвинск. Для вот этих трех городов мы пытаемся создать систему лояльности и удерживать клиента между, так сказать, несколькими отраслями. Федералы этого сделать не могут, то есть мы делаем то, что не могут сделать федералы. Следующая реакция наша на действия федералов – мы как можно быстрее стремимся объединить закупочные категории товаров, объединить маркетинг. Потому что нам надо использовать всю силу федеральных сетей, которые есть, соответственно, мы должны успеть их силу взять. Также следующими нашими действиями будут именно то, что не умеют делать федералы. Это собственное производство, это как можно больше фреша, то есть тех категорий, над которыми может работать предприниматель, который находится непосредственно в магазине, и он знает все свои магазины. То есть это основные наши тренды на этот и на следующий год. Эти предложения всегда есть, будут, но дело в том, что предложения к нам поступают постоянно, о приобретении наших сетей, но у нас есть немножко другая задача. Мы выстраиваем систему кооперации, которая решит эту задачу в будущем. То есть нам не надо будет думать, как продать свою сеть. Мы это развиваем не в продовольственной отрасли, а в отрасли DIY. Мы считаем, что это очень важное направление, и мы активно в нем работаем. Самые большие препятствия при создании союзов – это непогружаемость владельцев бизнесов в этот процесс, то есть когда они поверхностно к этому подходят. Второе – отсутствует системная мотивация, сквозная мотивация у топ-менеджеров. Вот это, наверное, две основные причины. При объединении, при создании любой организации есть дисциплина, и, соответственно, какие пропадают у нас, значит, у нас пропадает, по большому счету, часть власти. Вот это самое главное, что у нас пропадает. И это же является проблемой в объединении. Мы постоянно работаем над оптимизацией издержек. Эта работа постоянная, она никогда не останавливается. Как мы это делаем? Прежде всего, мы обмениваемся информацией между сетями по определенным коэффициентам, сколько фонд заработной платы составляет, допустим, на один век квадратный. И все вот эти показатели у нас ведется в учет между сетями в нашем союзе. И, соответственно, когда мы видим какой-то результат, что очень сильно отличается от нашего, в лучшую сторону, мы обязательно обмениваемся опытом или потом проводим семинар на эту тему. Мы готовы внедрять любые инновации в сетях, особенно те, которые где-то себя хорошо показали. Дело в том, что без внедрения новых технологий мы отречены на неудачу. Дело в том, что внедрение электронных ценников – это, на мой взгляд, хороший шаг вперед, но он для определенного формата магазинов. Я считаю, что внедрение этих электронных ценников не для всех форматов подходит. Мы сегодня не занимаемся этим вопросом. Мы не собираемся выходить на новые рынки вне нашей области. Мы ищем партнеров как раз из других регионов, чтобы с ними строить большую компанию. Это концептуально. То есть мы не будем уходить в другие далекие страны, в другие республики, потому что есть такая пословица – чужой лес гуще. Поэтому мы в своем лесу будем. Что касается проверок, то мы не заметили никакого увеличения проверок. То есть они на том же уровне остаются. Единственное, что больше власть обращает внимание на какие-то проекты, то есть просит что-то. То есть не проверяет, а, допустим, администрация области идет рассказывает нам, что тяжело людям живется, помогите там-то, там-то, там-то. Откройте магазины в таких-то районах, где у нас там очень тяжело. То есть вот такие просьбы о проверке мы не заметили увеличения. У нас тоже подписан Союз независимых сетей, подписал этот кодекс. То есть мы участвуем в решении по поводу кодекса добросовестных практик. Ну, я бы хотел пожелать себе найти как можно больше единомышленников из разных отраслей. Это самое главное. Вообще дело в том, что в 2006 году был организован Союз независимых сетей. Это шесть предпринимателей, нас там не было в то время. И в следующем же году они образовали торгово-закупочный союз, акционерную компанию. Где-то в 2008-2009 годах одно из предприятий нашего холдинга, продовольственная сеть, генеральный директор узнал о Союзе. И мы вступили в Союз и начали закупки через торговую Тетрис. Организация очень сильно росла, быстро росла. Но в определенный год, в 2009-2010, столкнулись с такой ситуацией, что торгово-закупочный союз на какой-то момент перестал расти. И наша организация этого не устраивала. И мы создали там комитет, группу по стратегии разбираться в причинах, почему не растет закупочная система. И начали как нормальные русские, мы не стали ничего придумывать. Мы изучили европейский опыт и обратили внимание на то, что в Финляндии две компании держат 80% доли рынка. В Германии кооператив ЭДЕКО держит 26% доли рынка. И только в Германии. Там же есть кооператив РЭВЭ, который имеет 21%. В процентах можно немножко заблуждаться, но получается, что в обоих странах кооперативные формы имеют очень большую долю рынка. В 2011 году мы собрали всех своих врагов в регионе, конкурентов, и сказали, что в принципе все равно придут федералы, когда у нас их не было. И сказали, что нам надо принимать более современную форму сотрудничества, не просто закупочные союзы, а нужно строить кооператив. И осенью 2011 года к нам приехал специалист из ЭДЕКО, бывший один из работников, возглавлял отдел по маркетингу. Он нам рассказал, что такое кооператив. В принципе, это все подходило под ту концепцию, которую мы хотели воплотить. Только мы не знали форму и разбирались в причинах, почему у нас не получается объединяться так хорошо. И как раз кооперативная форма, она юридически позволяет сделать самые главные вещи. Она позволяет добиться дисциплины. Потому что дело в том, что если ты просто продаешь товар, то менеджеры сетей могут «хочу-куплю», «хочу-не-куплю». А когда менеджер сети покупает где-то товар в Москве или в Санкт-Петербурге, или за границей, сеть все равно берет этот товар, потому что он все равно его купил. И надо было убрать вот эту проблему. То есть налаживая дисциплину, конкретно в кооперативе, это возможно сделать. Потому что там все члены кооператива принимают правила, обязательные какие-то для исполнения, а какие-то необязательные. И в зависимости от каких обязательных, соответственно, то становится гарантированным рынком сбыта. И тогда кооператив начинает быстрее расти. В акционерной компании это сделать невозможно, потому что там акционер. А еще очень важно, что в кооперативе можно выгнать из кооператива. Потому что если человек не выполняет требования, или он продал, например, сеть, то это можно выгнать. В акционерной компании это невозможно. И поэтому в акционерных компаниях, в российском законодательстве это сделать невозможно, в западном можно сделать. А в российском нельзя сделать. Соответственно, когда сеть продается, собственник остается акционером, и в принципе он не помогает организации. А так в кооперативе, если он продал сеть, то его можно сказать до свидания с кооператива, и он не мешает всей интересы для сетей. Соответственно, в 2011 году мы создали первый логистический кооператив в Архангельской области, в которых собрали пять конкурирующих организаций, и оттачивали там технологии. В 2012 году было создано кооператив Рост и кооператив DIY. Это первая пара кооперативов. Почему пара? Потому что наш холдинг был заинтересован именно в этих отраслях. Поэтому мы сразу запустили кооперативы в двух отраслях. Там немножко разные принципы финансирования, разные подходы, потому что мы тогда еще не знали однозначных ответов, какая форма правильная, какие правила правильные, потому что мы только изучали. Мы могли бы год-полтора еще не открывать кооперативы, а просто изучать. Но так как мы люди предприниматели, то есть мы почувствовали, где есть ресурс, где есть эффект, и мы организовали две пары кооперативов. Они развиваются своим путем, своим чередом. В каждом из кооперативов выстраивается стратегия, тактика. Сегодняшнее мероприятие – это мероприятие в большей степени показать, что есть точки соприкосновения между отраслями. В прошлом году мы были инициаторами создания еще второй пары кооперативов, это Дрогери и аптеки. Руководство кооператива «Рост» дало разрешение на использование интеллектуальной собственности, поэтому мы все технологии, в принципе, передали безвозмездно в эти организации. Сейчас наблюдаем за их, участвуем в их стратегических сессиях, помогаем им добиться результата, потому что мы видим точки соприкосновения между отраслями. Также в Архангельске, например, у нас происходит… Мы очень много пилотных проектов делаем в Архангельске, потому что они быстро приносят эффекты. А это также помогает потом на федеральном уровне показать, что, смотрите, ребята, вот так надо делать, они говорят, мы не верим, это невозможно, ну приезжайте, посмотрите, это работает. Это самый лучший аргумент. Поэтому сейчас, например, в Архангельске идет сотрудничество даже с теми отраслями, которые еще не создали кооперативы. Это с общепитом, это с бытовым сервисом. То есть дело в том, что когда федеральная сеть приходит в регион, она непосредственно сильнее в какой-то категории товаров, на какую-то целевую аудиторию, но только туда. То есть дискаунтеры бьют по цене, гипермаркеты по объему. У нас сила, у независимой розницы из разных отраслей, что мы можем бороться за клиента, мы можем предложить очень большой сервис. И в западных кооперативах, в западных странах есть много типов, как удержать клиента. И, соответственно, мы работаем над тем, мы хотим предоставить очень большой сервис для того, чтобы удерживать клиента. Над этим мы сейчас работаем, именно как пилотный проект. Где-то через год-полтора мы покажем результаты. Ну и могу еще сказать анонсом, что в следующем году будет создана еще вторая пара кооперативов, ну третья пара кооперативов, да, третья это будет пока в планах, это общепит и девелоперы. Дело в том, что в нашей стране есть развитые сегменты рынка и есть немножко отстающие. Дело в том, что продуктовый ритейл это самый развитый, потому что он попадает в жернова федеральных сетей. Соответственно, там как раз и используются, чтобы выжить все самые современные технологии. И мы хотим эти технологии передать в другие отрасли для того, чтобы мы смогли создать, у нас есть и конечная цель, что чего мы хотим добиться, только мы об этом никого не пугаем. Но тем не менее, как бы вот будут созданы два кооператива, они потихонечку начнут работать уже, используя опыт уже вот этих четырех кооперативов, то есть все ошибки, недочеты, которые были. Поэтому как бы будем вот это открывать. Это в следующем году произойдет. Ну вот в следующем году вы меня спросите и посмотрим, подтвердится это или нет.